ребят всем привет сегодня у нас 3 марта пятый день карантина и я вот собралась в магазин сейчас поеду в магазин отдела перчатки правда они небольшие но ничего страшного эти перчатки я вот сейчас дойду до машины и съезжу до магазина выйдя из магазина я эти перчатки сниму и сяду мы в машину без перчаток запаслась сейчас покажу вам вдруг если в этом магазине что мне надо нет у нас вокруг ближайшие магазины очень много поэтому взяла еще три две пары с собой перчаток если в том магазине ничего не прикуплю значит придется ехать соседний но они все рядышком все возле моего дома поэтому даже если меня остановят я рядом со всеми магазинами от своего дома как начало ребятушки едем в магазин посмотрим что у нас в городе еду в самые ближайшие магазины но я уже говорила что у нас городок маленький и как бы все магазины находятся очень близко друг с дружкой вот куда же ты поехала на велосипеде без маски без ничего боже мой такие люди не ответственный кошмар кстати у нас сегодня стояла очень долго на балконе но закрытый балкон у меня просто стояла смотрела в окно блин девчонки не могу ровней сделать картинку простите не получается что то он у меня как-то криво висит буду думать что будет показывать нормально вот едет без маски женщина на улице стояла в маске еду за капустой посмотреть цены на лимоны на имбири если у нас это вообще есть но еду вот сначала в свой любимый магазин у нас по ленина в городе собинка на песке ой ключи упали вот сейчас выйду из машины ключи положу в карман чтобы их в руках не держать блин девчонки мне не нравится картинка сейчас выйду из магазина как-то попробую настроить все это дело еду сейчас возьму капусты моркови раз такие дорогие лимоны все что с витамином c связано будем кушать капусту вечером у нас с вами будет прямой эфир и будем засаливать с вами капусту какая кривая картинка мама дорогая вот так ровно а вот так криво еще вот я у нас магазине вот цена у нас на лимоны но данном магазине я считаю что люди не виноваты потому что нет я не по интернету набирают я в магазине стою как я могу набирать по интернету такая была уже дорогая закупку лимонов поэтому у нас вот такая цена ну а так у нас все есть как обычно девочек показывать не буду продавцов но люди все без масок ничего не боятся все еще лучку два килограмм чека давай ну да 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 картошки тоже пакетик посолочный сейчас я опять наберу еще дня три не буду выезжать сделала мужчинам выговор так услышала в ответ сто х но имбиря здесь нету его у нас в принципе никогда и не было в магазине девочки перчатка беру мандаринчиков у них тоже есть витамин c до мандаринах же есть витамин c так что будем укреплять свой иммунитет а это в так так Играет музыка. Все. А, нет, хлеба мне еще. Давай, два черных. Лакинский, да. Да, два черных, два белых. Девочки в масках зашли. И вон мужчина тоже в маске. Там плохо надо. Есть ответственные люди у нас все-таки в стране. А картошки ты мне набрала? Набрала. Ага. Я стою, жду, пока люди уйдут из магазина, чтобы обслужили меня. Так. Так, все, ребят. Так, что-то тут, что закрывает. Что-то закрывает. Так, ребятушки, закупилась я продуктами. Купила картошки, купила капусту. Вон. Бабушка старенькая вышла из такси без маски, без ничего. Кошмар. Таксист ее стоит, ждет. Вот так, за все хватаемся и идем в магазин. Кошмар. Ладно, не об этом. В общем, закупилась я продуктами. Девчульки в магазине в масках, в перчатках. И после каждого клиента, то есть обслужили человека, протирают перчатки антисептиком. И каждый час, говорит, мы их меняем, эти перчатки. Но у нас магазин небольшой. И сейчас проходимость очень маленькая. Цены на лимоны, они сказали, что подорожали на базе. Поэтому и, ну, естественно, приходится им поднимать цену. До этого цены были 100 с чем-то рублей за килограмм. Сейчас 400 с чем-то, вот не помню. Да, я вам показывала. Ну, людей как бы вот здесь, в этом районе у нас нет. Хочу сейчас чуть-чуть проехать по городу. Не знаю, получится у меня это сделать или нет. Ну, думаю, что машины ездят, никого не останавливают. Возможно, думаю, меня не остановят. Я выходить никуда не буду. Я просто проеду по городу чуть-чуть. Посмотрю, как люди ходят, не ходят, в масках, не в масках. У меня в машине включена печка на 32 градуса тепла, представляете? Это сделала специально, чтобы в машине было жарко. Перед тем, как взяться за ключи, я сняла перчатки, села в машину, протерла телефон. Ну, в общем, полная защита у меня как бы. Ну, не полная защита. Вон, медики проехали. Сидит, протирает руки. Девочка, медсестра или кто там, врач в машине. Вот женщина на дорогу выходит, наверное, автобус ждет, стоит в маске. Молодец. Вот прям кого вижу в масках, действительно молодцы. А в магазине прям жалко, не сняла вам. Зашла в магазин, стоят три мужчины у кассы. И прям стоят, чуть ли не обнимаются. Я им говорю, мужчины, господи, такая сейчас ходит зараза по всей стране. А вы стоите, чуть ли не обнимаетесь и не целуетесь друг с дружкой. Причем ни один из них ни в перчатках, ни в масках. Зашли девчульки, ну, наверное, лет по 15. Может, мама отправила в магазин, не знаю, как уж, да? Ну, зашли в масках, и та, и вторая чихают. Машина тоже едет. Красная проехала, тоже в масках сидят люди. Вот и здесь в масках едут. Большинство в масках. Наконец-то до людей начало доходить и начали что-то как-то себя защищать. Это прям очень радует, если честно. Вот если все сейчас сплотятся и будут правильно себя вести, хотя бы быть в масках, девчульки-мальчульки. Но ведь это наша безопасность. Я не хочу свой канал делать информационным, да? Как бы мой канал про цветы, про орхидеи. Ну, просто это как бы заставляет уже жизнь. Мне интересно, мне хочется показать вам, что у нас и как. Так, город у нас маленький, но он город. На остановке стоят люди и в масках. К сожалению, телефон повернуть не могу, но вот вижу, что люди стоят на остановке, поедут в Лакенск, и они стоят в масках. Сегодня у нас у дома вскрыли машину у соседа. Приехали полицейские, все в масках, все в перчатках. У многих, вижу, уже маски шитые самодельно. То есть люди шьют сами все эти маски. Молодцы, ребят, но ведь много у всех тряпок ненужных. Можно сшить для себя защиту, даже если этого нет в аптеке. Можно как-то даже не сшить, а просто вот придумать способов очень-очень много. Вот куда ж ты пошел, добрый человек. У нас, кстати, в городе много работает сейчас социальных служб. И работали и до этого. Поэтому кто обращаются, пожилые люди, да, одинокие мамочки, ко всем приносят продукты на дом. Город у нас небольшой, поэтому я думаю, что у нас какой-то здесь вот, ну, доставки магазинов, такого, наверное, у нас нету, я не знаю. Но социальные службы у нас работают. В этом плане у нас все хорошо. Вот смотрите, все равно нету людей, нету, нету, молодцы. Только бы меня ГАИ не остановило нигде, ну, хотя и ГАИ нету. Едем с вами, я не видела ни одной машины. Ну, вот женщина идет, она идет в маске. Я как та кукушка. В маске, не в маске. В защите, не в защите. Да, ребят, надо заехать еще мне на квартиру, на склад точнее, как правильно выразиться, да, где стоят цветочки, посмотреть, как там дела. Сейчас проедем с вами маленько. Посмотрим. Так, кстати, я хотела проехать, там у нас есть мойка. Работает она или нет, мне просто очень интересно. Ну, здесь тоже у нас всегда большое скопление людей, потому что здесь главная почта города находится. Много магазинов вокруг. И, и, и. Людей ходит мало, но все без масок вообще. Да. В нашей стороне люди маленько по дисциплинированней меньше ходят. Ой, ребят, мне даже жарко, представляете? Представляете, печка включена на 32 градуса. Офигеть. Мою кнопочку, маленькую крестницу забрали. Мама ушла в отпуск. Для того, чтобы дома находиться с детьми. Ну, меня это очень радует, потому что она медик сама. И все равно как бы, ну, переживательно, да, то, что она работает, дома дети, те, вон, машины едут и сидят в масках люди. Этот край я вам еще не показывала нашего города. Вот сейчас показываю. Это у нас рабочий проспект. Здесь вот у нас, видите, справа построили мойку. Все закрыто, ребят. Автозапчасти здесь. Все закрыто, никто не работает. Ну и правильно. Ну и хорошо. Продуктовый магазинчик здесь тоже. Потому что здесь как бы вдали от всех магазинов. И есть маленький магазинчик, в котором можно купить что-то необходимое. Дальше не поеду. У нас дальше... Там дальше ветклиника огромная. А давайте я вам покажу, что уж тут. Покажу вам, где я... Куда я хожу со своим Мартюшей, если он у меня заболеет или прививки надо делать. Здесь у нас еще старые домики стоят. Такие двухэтажные. Самые спокойные места у нас в городе, это где я живу я и вот здесь в жилке. Вон женщина идет. Так, сейчас посмотрим, в маске нет. Ну да, маска одета, но она на бороде. Почти защищает. Ну, людей нет, поэтому она, возможно, одела ее для того, чтобы заходить в магазин. Вот еще у нас один магазинчик здесь. Здесь тоже продукты. И вот... Сейчас поверну. Смотрите. Вот это ветлечебница. Вот это здание. Где я хожу со своим Мартюшкой. Врач там Оксаночка, очень хорошая. Мне она очень нравится, поэтому, кто не знает, в Собинке обращайтесь. Конечно, многие говорят про нее плохо, но... Сколько лет у меня животное, сколько я живу в Собинке, она всегда помогала и всегда спасала. Она также выезжает на дом, если позвонишь. Если что-то там вот... Ну, как мой Мартюша, да, под 50 килограмм. Его невозможно понять. Ой, поднять. Чтобы, например, если там что-то серьезное, в машину. Поэтому она всегда выезжает на дом. За два дня первый раз вышла сегодня на улицу. Ну, как, вот в машине еду. Город у нас пока сам город не закрыт. Женщина идет в маске. Честно, в маске, в перчатках. Очень приятно, ребята. Вот очень приятно на данный момент видеть людей в масках. Ничего зазорного в этом нет. Вон дядечка едет на каком грузаке и в маске тоже. Молодец. Уважаю. Ребят, защищайте себя, защищайте. У кого малые бизнесы. Конечно, трудно. Конечно, сложно, да. Я 10 лет тоже работала на рынке, на себя. У меня было две палатки с вещами. Я знаю, как это сложно, да, все это остановить. Потому что мы, ну, жили от того, что продавали, скажем так, да. Поэтому такие вот вещи, которые там, я не знаю, косметика, еще что-то, оно не испортится. Вещи не испортятся. Цветочки искусственные не пропадут. Поэтому не надо сейчас рисковать своей жизнью и других. Надо все это дело закрыть и посидеть дома. Вон дядечка садится тоже в машину и в маске. Сейчас поедем с вами, съездим на склад, посмотрим, что там с цветами. Потому что последний обзор вот я вам показывала, и все, я там больше не была. Люди едут тоже в маску. Ребят, прям до слез приятно, честное слово. Кого видишь в маске. Ну, людей нет, видите, вот. В основном нет людей. Скопление народу только вот возле магазинов. Так что меня в магазине покрыли трехэтажным матом. И сказали, о чем ты? Какой вирус? Ну да, действительно, какой вирус? Ой, ой, каждая машина и все в масках. Вообще. Если кому-то противно меня слушать, то, что я как попугай твержу одно и то же. Можете отключаться, не смотреть и не слушать. Но именно сегодня я поехала в магазин и специально проезжаю по нашему городу, чтобы он даже светофор у нас как моргает. Заболел, зараза. У нас единственный светофор, кстати, в городе вот этот. Все, больше светофоров у нас нет. Потому что все это действительно опасно. Все это страшно. И просто хочется жить, как в той песне. Вон девочки вышли из автобуса и тоже без масок. Палаточка с сигаретами работает. Так, на стадионе людей у нас нету. Все тихо. Ой, ребят, как мне жарко. Ну, как бы на улице у нас так не скажу прям, что айс как тепло. Ну, тепло. Вот здесь тоже у нас такой кружок магазинов. Тоже, видите, небольшое скопление у магазинов есть. Не буду, ребят, заходить, где у нас в магазине продают имбирь обычно. Не буду туда заходить, не хочу. Мы будем с вами кушать капусту, квасить капусту. Так, меня многие спрашивали, работает ли наша почта. Давайте я сейчас зайду на нашу почту и мы посмотрим. Вон люди в масках. Кстати, сейчас прошла директор почты. Ну, вот этой почты, да, где я всегда сдаю посылки. И она тоже в маске. Так, дверь на почте открыта. Сейчас, ребят, одену перчатки. Одну одену, потому что я буду открывать дверь на почте. Так, и где у меня мои салфетки. Беру сухую салфетку, чтобы не перчаткой. Так, как мне вас снять, чтобы ничего не отключить. Чтобы делать это все не перчаткой, а вот салфеточкой. Ключи беру в другую руку, которая не будет ничего трогать. И мы идем с вами на почту. Вот, ребят. Вот так открываю. Ну, вот это я понимаю защиту. Вот это молодцы. Девчульки. Придумали, как смогли. Правильно. Привет. Чего, как хорошо маскировка. Не говори так. Хреновая, конечно, маскировка, но... Что делать? Жизнь заставляет. Анечка, ты отдохнула? На дровах. Неважно. На свежем воздухе. Он дома. Дома с мамой. Неважно. Ой. Защита. Нельзя же заходить. Все, скоро будет вообще. Ну, а что, надо нас приучать правильно. Я не боюсь, чтобы другие. Ну, говорят, на каких-то почтах вообще по одному человеку запускают на почту. Она так о ней сказала тогда. Да? Да. Что заходить по одному. Они здесь уже не все видят. Я же не смогу. Ну, мы все в масках. Вот бабулечка в маске. Умничка. И вот, конечно. Девочки в масках. Все. И вот такая защита у девчулик. Так, чтобы люди не подходили ближе. Леночка. Солнце мое. Расскажи мне, да я побегу. Что я тут буду вам создавать? Заразу. Заразу создавать. Что рассказать? Что по поводу посылок? Нет, мне не надо сейчас ничего принимать. Я ничего сейчас не делаю. Ты что? У меня цветы вообще еще все в Тайване. Я ничего не стала заказывать. Ну, как? Они еще там. Боимся то, что они не пройдут таможню сейчас. Что, есть у нас курьерская доставка? Сейчас нету. Вот в нашем конкретно городе в Собинке. Есть. Есть. Сайт оформляйте доставку. Есть, да? Да. То есть, есть. Все. А то меня люди спрашивают, работает наша почта, не работает, потому что во многих городах она вообще закрыта. Сейчас все пропустим. Через право займут. Ясно. Ну, в общем, у нас тоже есть курьерская доставка сейчас. Ну, как курьерская. Почтальоны. Главное, форма, берется на курьер. А, у нас почтальоны разносят сами. До двух с половиной килограмм. До двух с половиной килограмм почтальоны разносят сами. Да. Ясно, ясно. Вот видите, дорогие мои хорошие, а вы все переживали. Можно сделать курьерскую доставку, заплатить сто рублей, и посылку принесут вам домой, если она у вас до двух с половиной килограмм. Ну, это да. Надо маленько урезать свои аппетиты сейчас в килограммах, чтобы почтальонам было не тяжело. ЕМС там уже будет. ЕМС сейчас тоже доставляют домой у нас. Да? Угу. Ясно. Ну, ладно. Ну, что, ребят, все. Вроде я вам все донесла, рассказала. Ребят, вышла с почты и обратила внимание, что я стою прям вот напротив нашей школы новой. Смотрите, какая большая красивая школа, но сейчас она не работает. Как можете видеть, ни единого человечка там нету. Здесь большой спортивный вот комплекс для детишек физкультуры заниматься сделали. Конечно, очень хорошая, красивая школа, и внутри она красивая. Ну, что, поедемте на квартиру с вами, на склад, как правильно назвать. Посмотрим, что у нас там с цветочками, и поедем домой. Кстати, бабушка, которая была в маске, я обратила потом внимание, что маска у нее сшита самодельно. Я еще ей сказала, вот почтальон идет тоже в маске. Вот, я еще ей сказала, говорю, бабуля, какая же вы молодец в маске, да еще и самодельная. Она говорит, а что дочка делать, жить-то хочется. Правильно, вот, девчонки, вот правильное решение приняла та бабушка. Она сшила сама маску, она говорит, я прихожу домой. Он, все келявки идут без масок. Я прихожу домой, говорит, и стираю эту маску во всех-во всех средствах. И потом все это дело глажу долго-долго. В общем, умница. Вот, если бы все были пожилые люди настолько умные, как эта бабулька, дай бог ей здоровья, наверное, все быстрее бы это закончилось. Так, ребят, пойдем с вами. Так, ключи от машины положила, а то сейчас дверью хлопну, и будет беда. Перчатки сейчас одевать не стала. Взяла с собой только вот так. Раз, и открыла. Киса, почему без маски? Ужасный бардак здесь вечно. Кошмар. Так, чего у нас тут? Ой, сезам распустился, девчонки. Ой, ты красавчик. Ой, ты красавчик. Ой, ты зяйка. Ой. Давай фокус показывай нам. Ой. Красоту. Он, видать, только-только открылся. Вот тоже бутошечка скоро откроется. Ой. Зайка пить не хочешь? Нет. Здесь тоже, да, открывается. Ой, какая радость, девчонки, правда. Вот вам и положительные эмоции. Так. Что тут у нас поить еще рано? Ой. Так, вспышку не включила. Ну, так все вроде видно. Там листочек растет. Все прекрасно. Со всеми. Ага. Все хорошо, слава богу. Стоят, скучают, красотульки мои. Мои и ваши. Так, ну все. Еще влажный мох. Видите, еще влажный. Еще поить не буду. Тургер хороший. Ага. Вот это стоит, прям солнышко на нее. Светит. Отставим чуть-чуть. Сейчас посмотрю. Может, кого-нибудь чуть-чуточку напою. Ой. Все стоят вон. Какой тургер офигенный. Ой, вот это как выросло-то здорово. 118,5. Прелесть. Супер. Здесь тоже он цветоносик, как подрос. Красота. Обход. Красотолик. Ну, девчонки, влажный мох еще. Влажный. Не буду никого поить. Наверное, сейчас одышки только напою. Все прекрасно себя чувствуют. Все хорошо. Так. Ключи пищат. Машина сейчас заглохнет. Не буду еще поить. Мох еще влажный. Ага. Вот мои любимые посадки. Видите? Мох влажный еще прям. Еще даже зелененький там. Так. Что с этими красотулями тут у нас? Ой, как подрос. Оксаночки, солдат твой, вон. Какая красотуля стала. Засвечивает. Нажно ничего не видно. Так, покатить. Так. Здесь у нас что? Тоже все хорошо. А у этих, помните, у нас корнюшки проклевывались. Ой. Ой, какие. Так, ребят, что с фокусом? Вот. Ну, солнышко зашло. Смотрите, какие. Корешули. Как начал расти. 90-5 в альбоме в наличии. Знаете, какие суперские корнюхи полезли. Еще рано поить. До грунта не дошли. И у этой тоже, смотрите, проклюнулись корешочки. Шмакодевочки. Так, что у нас? Вот. Видно. Все хорошо. Все у всех хорошо. Так, что тут у нас с одышками? Одышки, одышки. Все хотят пить. Сейчас я их напою быстренько. И все. Не выдержала душа поэта. Напоила я кое-кого все равно. Подлила им водички. Теперь я точно буду спокойна. Вот этих напоила. Всех сто вторых. Но сезанчик меня прям обрадовал. Вообще красавчик. Пусть не мой, пусть проданный. Но очень радостно. Видеть, когда сокровище открывается. Вообще круто. Все, мои хорошие, поехала я домой. Дальше соблюдать карантин. Вот такая здесь влажность. Сейчас закрою окно, пока тут было окно, открыла. И вот такая температура. Влажность, конечно, обалденная тут. Поэтому даже если у них и сильно пересохнет мох, ничего страшного не будет, потому что повышена очень-очень влажность. Ну все, мои хорошие. Едем домой. Женщина вышла сейчас. Специально вам показала. В маске самодельной. Сшита. Ну похоже, что из детской пеленочки. Вот такой материал какой-то. Вот как пеленочка. Молодец. Так что, так. Мы на танке, мы проедем. Так что все правильно. Молодцы. Ну все, едем домой. И на этом я хочу с вами, мои хорошие, попрощаться. Пожелать вам здоровья. Сегодня это видео выложу. И сегодня же вечером в 21.00 по Москве. Не забываем. Мы с вами солим капусту. Будем кушать витамины. Те, которые более-менее доступны. Кстати, капуста у нас 20 рублей килограмм. Не знаю, видно вам там было, нет? Я показывала цены. Но капуста 20 рублей. Поэтому капуста как бы пока доступна. Купила два вилочка. Сегодня мы с вами ее посолим в двух вариантах. Кому интересно, приглашаю в 21.00 по московскому времени. Ну плюс-минус я выйду в прямой эфир. И мы с вами вместе будем готовить, засаливать быструю капусту. Вкусную, полезную. Ну все, мои хорошие. Всем пока-пока. До новых встреч. Не грустите, не скучайте. Поднимайте себе настроение. Больше улыбайтесь. Улыбки, смех и положительные эмоции поднимают иммунитет. Поэтому всем пока-пока. Надолго не прощаюсь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!